Приветствую вас, и у человека была некая незавершенность. Незавершенность ваших отношений, незавершенность его каких-то эмоций, его переживаний, и ему хотелось в общем-то, с вами как бы завершить то, что осталось за кадром, то есть вот когда вы поссорились, осталась какая-то недосказанность, может быть, осталось некое чувство вины, и человек сейчас, на данный момент, испытывает смутное чувство. С одной стороны, ему с вами было хорошо, и, наверное, он думал, надеялся, что ему будет лучше после того, как с вами расстался, но этого не произошло. В жизни человека имеется определенный спад сейчас, и он, находясь на этом спаде, чаще начал думать о вас, чаще начал вспоминать, как ему было с вами хорошо или, может быть, когда появилось желание с вами встретиться, с вами поговорить. И когда он это сделал, в нем боролись два чувства. Первое – это, конечно же, восприятие вас как, ну вот, свою девочку, да, бывшую девочку, то есть как знакомого, хорошо знакомого, близкого человека. С другой стороны, поскольку прошло уже приличное количество времени, а такими близкими людьми вы не являетесь. И понятно, что он испытывал, ну, очень противоречивое чувство, связанное с тем, что вы уже не такая родная, такая близкая, какая была для него раньше. И это, именно это противоречит. И влияло на то, что он в конце с вами себя так повел, да, то есть, пожал руку, но удержал ее. То есть, вот, что значит пожать руки? Это прощальный жест для людей знакомых. Ну, когда человек пытается, вот он сдал вашу руку и стремился ее удержать, означает, что человек хотел вам что-то высказать из того, что у него имелось. Но он не видел возможности для этого в рамках того общения, которое у вас вот сложилось на встрече. Слишком вы отчужденные были друг от друга по мнению мужчины. И он не смог вам сказать вероятно того, что хотел быть. Но, понимая, что вы расстаетесь, понимая, что, в общем-то, общаться вам особо не о чем и что, скорее всего, вы больше не встретитесь, или вероятность повторной встречи очень мала. Вот этот жест, он, как бы, такой последний крик, последняя попытка как-то проявить свои эмоции. на самом деле, вот то, что я все сказал, это выглядит довольно сложно, наверное, но в действительности человек не осознает того, что он делает. и причины ему своего поведения не ясны. То есть он вот, знаете, бывает, вот сделал человек что-то, да, и он просто не может объяснить, почему он это сделал. А вот он не понимает причины, не осознает их, не видит. и это все есть. Просто в реальном времени подобное происходит очень быстро. Очень. Так вот человек даже не успевает осознать подобные вещи. Поэтому, именно так стоит понимать поведение вашего мужчины, эээ, наших, наших. И, так, эээ, отвечая на ваш вопрос, значит, желание коснуться или простая вежливость, вы знаете, как это не парадоксально, это и не то, и не другое. То есть, конечно, с одной стороны это действительно вежливость. И это действительно желание вас коснуться. Но это не самоцель. Это не главная, эээ, как бы, цель для мужчины. Он хотел, и, может быть, не осознан это дело, передать вам свои чувства, свои эмоции. То есть, что не все так, как вот вам, ну, представлялось на встрече с ним. То есть, вот он говорил вам, что делал, да, да, время вашего необщения, вот он рассказывал, как он, там, жил. И, наверное, могло показаться, что он неплохо живет. Но вот этот вот жест, он показывает, что он не все так, как действительно говорит мужчина. Потому что там есть изрядные доводы, изрядные доводы, там, как бы, игры на публику, на внешнюю сторону, да. И вот этот жест говорит о том, что у мужчины есть, как бы, ну, еще чувственный фон. Чувственный фон, который отличается от того, что он вам высказывает через вербальные средства обмена информацией. И вот, в принципе, так мы надеемся на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. «Помогу». «Помогу» «Помогу» «Помогу». Продолжение следует...